Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Егор Белоусов. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Заселение в общежитии стало более удобным и мобильным. Гормоны стресса могут разбудить раковые клетки. На базе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в онлайн-формате состоялось очередное заседание аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проходили аттестацию 16 кандидатов, представляющих 5 российских вузов. Вел заседание заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко. На правах постоянного члена аттестационной комиссии в ее работе также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. К другим новостям. С каждым годом в Казанском университете увеличивается количество учащихся и многим необходимы места в общежитиях. Процесс заселения может сопровождаться долгими очередями потери времени и некоторых документов. Новая система общежития поможет избежать этих неприятностей. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Заселение студентов стало более удобным и мобильным. Специалист по работе с молодежью Павел Мякишев создал систему общежития, благодаря которой процесс заселения перешел в онлайн формат. Идея пришла в сентябре 2019 года, когда я увидел, какое большое количество студентов подает заявление и как этот процесс долго происходит. Ну и также я увидел большое количество публикаций в СМИ, где было опубликовано, что слишком долгое заселение. И тогда мне пришла идея создать такую СРМ-систему, в которой сотрудники и студенты могли бы легко подать заявление и эти заявления легко бы обрабатывались. Возможность подать заявление на заселение онлайн появилась у студентов еще 1 марта. Напомним, именно в этот день начинается прием заявлений и продолжается он до 20 мая. Первое, что необходимо студенту, это зайти на сайт, в личный кабинет 1 марта и подать заявление. Все, что необходимо, это зайти, указать данные своих родителей и указать данные телефона родителей. Все остальные данные интегрируются из системы студент, которые уже есть в системе КФУ, после чего заявление подано. Далее заявление обрабатывается жилищно-бытовой комиссией и попадает в электронный документ оборот, после чего данные студента прикрепляются к приказу. Важно, что вся процедура выполняется не выходя из дома, что особенно актуально во время пандемии. Экономится время, экономится бумага в большом количестве. Сейчас, на данный момент, экономится, наверное, около порядка 2-3-4 недель у заместителей директоров по обработке заявлений. Также студенты могут видеть статус своего заявления, сотрудники могут видеть, какие студенты заселены в общежитие, какие переселены, какие еще не дошли до заселения, какие уже были выселены и так далее. Далее проект будет только совершенствоваться. Мы хотим на эту основу, базу, добавить уже такие модули, как обходной лист при отчислении, при окончании университета студентам, обходной лист ежегодно при сдаче общежития, то есть это большое сокращение документации. Также для будущего комфорта студента будут добавлены специальные опросники. При выселении, чтобы студент отвечал, как ему прошел год, то есть что улучшить, элементарно мы будем получать фидбэк. При заселении, то есть чтобы студенты указывали, ну допустим, курит студент или не курит, слушает он музыку громко или не слушает, ложится он до 12 или после, такой опросник поможет сократить количество конфликтов в общежитиях, то есть студенты уже будут попадать с теми студентами, которые им интересны. В числе будущих разработок и онлайн оплата за проживание в общежитии. Кроме того, планируется расширение системы на общежития Казанского университета в Елабуге и в Набережных Челнах. Диана Жиленкова, Ленартов Литьяров, Универньюс. В Казанском Кремле президент Республики Татарстан Рустам Мениханов встретился с активистами республиканских волонтерских организаций. В ходе мероприятия студентов-активистов Казанского университета наградили памятными медалями всероссийской акции «Мы вместе». А теперь к другим новостям. Директора школ Елабужского района встретились в Елабужском институте Казанского университета для обсуждения приоритетных направлений развития общего образования. Какие вопросы рассматривались? Смотрите далее. В Елабужском институте Казанского университета состоялось совещание директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями. Директор института Елена Мерзон познакомила руководителей социальным паспортом университетской школы и формами работы, направленными на повышение качества образования. Также она отметила важность сотрудничества школ с институтом. В своем выступлении директор рассказала об итогах приемной кампании 2019 и 2020 годов, профилем подготовки в направлении педагогическое образование и изменениях условий поступления абитуриентов в 2021 году. Когда идет какая-то предметная работа, то непосредственно, безусловно, с руководителями отделений высотопочек. Ну и я бы хотела, конечно, обратить ваше внимание на поступление наших выпускников в школу к нам в университет. Такой вот некий, ну да, эксперимент заявляет, и поступив к нам, мы понимаем, что мы должны повлиять на этот вывод. И, безусловно, территория, наверное, как-то должна обозначить, от какого профиля учителя нам нужны в будущем. На совещании присутствовал глава Елабужского района Рустам Нуреев. Он обратил внимание на непростые условия реализации образовательных программ, связанные с пандемией, и поблагодарил за труд как преподавателей института, так и всех работников сферы образования. Помимо этого, в интервью он отметил, что для эффективной работы процесс обучения педагогических кадров должен быть хорошо выстроен. Взаимоотношения должны быть четко отлажены, наши заявки должны на год вперед быть. Это зависит от работы каждого учителя, каждого директора образовательного учреждения, управления образованием и, конечно, нашего педагогического института. Итогами совета директоров станут новые проекты и форматы сотрудничества школ и университета, которые помогут повысить качество образования в Елабужском районе. Известное высказывание гласит, что все болезни от нервов. О том, рецидив какого заболевания могут вызвать гормоны стресса, узнаете в нашем следующем сюжете. Гормоны, вырабатываемые организмом при стрессе, пробуждают раковые клетки. К такому выводу пришли биологи из Филадельфии, проводившие эксперименты на мышах. Для этого у мышей с раком легких после удаления опухоли провели химиотерапию, а некоторых из них ежедневно подвергали стрессовым ситуациям. Через три недели у последних опухоли снова выросли. Однако у тех, кто не подвергался стрессу, этого не произошло. Главными участниками реакции стресса являются гормоны, в частности адреналин и кортизол. И действительно, в основном, когда мы говорим о вероятности развития рака, обычно связывали риск с кортизолом. Недавние исследования как раз показывают, что и адреналин тоже может явиться участником этого процесса. Чтобы уменьшить реакцию на стресс, исследователи обработали некоторых мышей бета-блокатором, ослабляющим действия гормонов стресса. У них уровни белков С100А8 и СА109 оказались значительно ниже. И, несмотря на стресс, реже образовывались повторные опухоли. Также ученые заметили, что пациенты с раком легких, принимающие бета-блокаторы, живут гораздо дольше. Снота всей этой работы заключается в том, что всем известные, широко используемые в кардиологии препараты бета-блокаторы способны подавлять как раз продукцию этого белка, который выделяют нейтрофилы. А значит, подавлять активность опухолевых клеток, в любом случае замедлять прогрессирование заболеваний. Однако для людей здоровых стресс не несет за собой таких последствий, как опухоль. В целом, стресс не относится к категории канцерогенов. То есть не относится к тем факторам, которые являются четко причиной развития опухоли. Стресс может создавать некий фон для того, чтобы заболевание развивалось, поддерживалось и прогрессировало. Полученные результаты могут помочь в борьбе с рецидивом онкологических заболеваний, и раскрывают механизмы, реактивирующие спящие опухолевые клетки. Кристина Надышина, Универ Ньюс. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok